Когда-то в детстве бабушка отвела меня на рынок. Обыкновенное место где-то на окраине блока, в котором обычные граждане могут обменять ходовые талоны на концентрат, на продукты домашнего производства, вроде грибного самогона или дефицитные, иногда даже краденые безделушки у самых разнообразных продавцов, разложивших свои товары на видавшие лучшие времена раскладных столах. Безусловно, если поискать, можно найти в таких местах и действительно ценные вещи, к примеру, лекарства, инструменты или предметы быта, вроде зубного порошка. А уж как у местных обитателей ценятся вынесенные из запрошенных блоков электроприборы. Тогда на рынке царила обычная для этого места, но непривычная для маленького ребенка суета. Высокие, мрачные и неприветливые взрослые фигуры, идущие по своим мрачным и неприветливым делам, казались страшными. Такой раздавит свои огромные ножищи в пыльном кожзамовом ботинке и не заметит. Я сжимал шероховатую и мозолистую ладонь бабушки, рвущейся через людской поток с упорством крысопотама, почуявшего добычу как последнюю ниточку чего-то знакомого, родного, хоть и сварливого и ругачего. Думалось, что если эта ладонь сейчас выскользнет из моей крохотной ручки, я в своем большом мне пальтишке тут же потеряюсь, погибну, буду затоптан, растворюсь в этой чужой, неприятной и непонятной, пахнущей пылью, улицей и сквозняком, и голдящей на своем грубом взрослом языке массе. Когда мы вышли из людского потока, я, до этого едва поспевавший за бабушкой, теперь чуть не налетел на нее. На секунду показалось, что появилась возможность перевести дух, но собравшись с мыслями, бабушка снова быстро вошла вперед, вынуждая меня чуть ли не бежать, чтобы не отставать. В следующий раз мы остановились у какого-то прилавка, за которым, закинув ногу на ногу, расселся мужчина крепкого телосложения в пометой куртке и тяжелых походных сапогах, куривший самокрутку. На поясе у него я заметил кобору, а рядом с прислоненным к стене позади-позади прилавка большим ранцем стояло что-то, очень отдаленно напоминающее оружие ликвидаторов с плакатов гражданской обороны. Этот человек был словно другим, не местным. Мониродвижение, речи, возможно какая-то внутренняя энергия отличала его от всех виденных ранее продавцов. Уже не помню, о чем они с бабкой говорили или что она у него покупала. Помню только, что в итоге они что-то не сошлись в цене. То ли ровно по талонам у бабушки не получалось, но в итоге продавец усмехнулся. «А вы, мать, вон, мальчику чего-нибудь возьмите». Полез куда-то на другой конец прилавка, выудил оттуда пыльную человекоподобную куклу коричневого цвета с пуговицами места глаз и всучил мне. Кукла изображала какое-то существо с двумя ушами и была очень старой. Об этом свидетельствовали множество швов. И тем не менее, это не была привычная мне сшитая из обрывка старой одежды, и забитая скомканными обертками от концентрата кукла, в которой играли за наименем лучшего, наверное, все дети моего возраста. Ткань была приятной, с имитацией бурой шерсти, как у кота, а внутри находился какой-то очень мягкий материал. Тогда это казалось настоящим чудом. Вот теперь по талонам все сошлось. И хотя бабушка, возможно, и хотела запротестовать и устроить торг, но, увидев, с каким счастьем в глазах я рассматриваю новое приобретение, передумала. Уже ближе к нашей ячейке, когда народу в коридоре стало поменьше, бабушка отобрала у меня прижатую к груди игрушку со словами «Нечего об грязное обтираться! Дома постираем и вози сколько хочешь!» повертела в руках, как-то странно посмотрела и кинула в авоську поверх других вещей. Тогда я в своих раздумьях вновь вернулся к странному мужчине и решил попытать счастье с расспросами. «Ба, а кто такой тот дядя?» – робко спросил я, дернув бабушку за рукав. «Мусорщик». «А кто такие мусорщики?» «Издалека приходят хлам свой породавать». «Из соседнего блока?» «Ну, может из соседнего, а может и дальше». Я на время остановился с расспросами, потому что в моей юной голове не укладывалось то, что может быть что-то дальше соседнего блока. «Ба, а?» «Балтий уже так тошно!» Уже давно нет ни бабушки, ни игрушки. А воспоминания, бывает, до сих пор греют душу. Помню позже, может быть в подростковом возрасте, мусорщики стали для меня интересной загадкой, которую я с большим рвением принялся разгадывать. После были расспросы продавцов о том же рынке, робкие походы с товарищами, нежилые блоки за всяким хламом, первые ужичины, эталоны и, наконец, позорный побег из родного блока после гибели родителей. Позже случалось много всякого. Я набивал первые шишки в путешествиях между блоками, учился ремеслу и благодаря везению выживал там, где более опытные мусорщики складывали свои головы. Конечно, повидал я всякого прилично, но расскажу о случае, который запомнился мне больше всего. Так вот. Луч старого фонаря выхватывал из темноты покрытые плесенью бетонные обломки, торчащие из пола арматуру и росы битого стекла. Со всех сторон на насмотрели зияющие пустотой провалы в окон, ведущие в никуда. Потолка видно не было, но на голову иногда подали капли воды. Неудобно закрепленный дробовик постоянно бился от тела, наверняка набив приличный синяк, а от долгого ношения тяжелого ранца до верху забитого добычей очень нынула спина. Внезапно мой напарник вырубился. Азлить что ли? Она самая. Хрущепустошь. Как я называл про себя нежилое пространство было в своем репертуаре. На ноку хоть не попало, а то ты смотри, может не зря ту пилу взяли. Да ну тебя! На несколько минут установилась тишина, разбавляемая звуком шагов и лязганием железяк за спиной. Ты уверен, что там действительно есть обход? Те бомжи не выглядели как люди, которым можно доверять. А у тебя есть другие варианты? Может назад через тот клопомник, а? Или сядем у заслона и будем ждать, пока бетон тряснет? Про мысли о попадании обратно в набитый тварями блок, из которого только что унес ноги, становилось не по себе. Хотя бы потому, что пришлось бы лезть вверх по лифтовой шахте с набитыми рюкзаками, а может и отбиваться от арахан. Ну, назад идти может и плохая идея. А вот присесть отдохнуть я бы не отказался. Предлагаешь же прямо тут привал устраивать? Усмехнулся товарищ. Ну, этот коридор же не бесконечный. Разговор не клеился, и вскоре мы вновь погрузились в молчание. Если бы не так не кстати прегородивший путь пенобетонный заслон, параллельно которому мы идем, судя по старому наручному хронометру, уже полторы смены мы бы, наверное, уже отдыхали в жилом блоке. Кто знает, насколько далеко тянется эта стенка. Может быть, мы уже дошли до ее конца, может, она такая же бесконечная, как и хрущ, и делит его на две части? Мне вдруг представился человек в разрезе из какой-то пыльной книги по медицине, недавно откопанный в костре культистов, который когда-то так и не успел зажечь. Как бы выглядел наш хрущ в разрезе? Перед глазами появилось серое тело огромного, не поддающегося пониманию и осознанию размера, разделанное надвое очень тонкой полоской цвета бетона. Мы – две пылинки, микробы, слепо бьющиеся о стены лабиринта из артерий, вен и сосудов, пытающиеся найти выход из огромного, бесконечного тела. Может, выход есть, но он равно бесконечно далек от любой точки этого пространства. Как микроб никогда не выйдет из круга кровообращения, так и мы. Тоже, по своей сути, микробы никогда не сможем покинуть это древнее хтоническое создание, которое настолько велико, что из одной конкретной точки невозможно понять и осознать не только происходящие в нем процессы, но и сам факт биения жизни в этих холодных стенах. Что в таком случае – самосбор или перестройка? Наверняка эти явления в организме хруща также настолько масштабны, что понять их столь же трудно, как и сам хрущ. В этом определенно что-то есть. Так глядишь на старости лет и культ организую. Тем временем коридор все сужался, стал виден постепенно опускающийся потолок, а оконные проемы на стенах сменились залитым бетоном или прожавевшими дверями. Всякого мусора на пути тоже стало меньше. Теперь, кажется, можно было вступать, не боясь напороться на острую арматурину или провалиться ногой в дыру. Чуть дальше коридор расширялся в некогда просторный зал, но не заваленный строительным мусором. Луч фонаря вовремя выхватил достаточно большой провал в полу, слишком глубокий, чтобы свет фонаря доставал до дна. Я, на секунду завороженный танцем пылинок, летящих снизу вверх, уже хотел предупредить Славу, как звали моего угрюмого напарника, как тот дернул меня за плечо. Посмотрите, как он туда. Он указал рукой примерное направление. В моргающем круге света появилась очищенная от мусора дорога в обход ямы, покрытая большим слоем пыли, на котором была ясно видна вереница следов. «Обжитые места», – протянул я, пока товарищ склонился над находкой, внимательно изучая детали. В таких вопросах он был намного опытнее меня. «Человеческие». Наконец, с некоторым облегчением в голосе выдал вердикт Слава. «Ходили в ботинках, возможно, с посохом или клюкой, следы свежие». Я снял с плеча дробовик, а напарник быстро излёг из рюкзака свою навороченную винтовку, представляющую из себя странное подобие гибриды газового ключа и протеза ноги, работающая по неизвестному принципу и купленная у подозрительного вида незнакомца, удерживавшего в штаны дополнительной пары рук. Путь мы продолжили, уже подавшись к стенке, в состоянии полной боевой готовности. То, что здесь ходили люди, говорит лишь о том, что мы примерно знаем, чего ожидать в случае столкновения. Гораздо хуже было то, если бы следы не поддались определению. Чем дальше мы заходили, тем сильнее в глаза бросались признаки обитаемости этих коридоров. Паутина и пыль отсутствовали. На стенах попадались сделанные милом засечки и указатели. Казалось, стоило бояться. Но то ли на это не отставало сил, то ли это место действовало как-то умиротворяюще. Как будто после долгих странствий тебе осталось совсем немного, если не до родного дома, то хотя бы до безопасного места, в котором тебя ждет заслуженный отдых. Все это было очень странно. Я уже подумывал предложить надеть противогазы. Вдруг в воздухе что-то распылено, как вдруг за поворотом показался тусклый свет. Фонарь моментально был погашен, а стволы направлены в сторону предполагаемого противника. Однако, через несколько минут напряженного выжидания стало понятно, что свет не приближается и не отдаляется. Присмотревшись, Слава подтвердил, что источник света скорее всего статичный. Но это был точно не костер. Костры так не горят. Электричество в такой глуши просто быть не может, да и электрические лампы намного ярче. Вполне возможно, какая-то чертовщина. Но учитывая выясненный ранее факт пребывания здесь человека для того, кто хочет казаться человеком, можно посчитать это результатом его деятельности. Верно посчитав, что стоя на месте мы ничего не узнаем, напарник аккуратно отдернулся вперед, а я последовал за ним. Свет все приближался, пока наконец Слава шепотом не произнес «Это лампа». И действительно, в конце коридора на стене висел фонарь, разливающий в пространстве вокруг себя неестественно белый свет. Больше всего он напоминал керосиновую лампу, но сосуд для огня был обернут ржавой проволокой, а в роли фитиля выступала ветошь. В керосиновой лампе огонь загорался при помощи огнеметного топлива. Такие лампы в хруще – большая редкость, и продать их можно соответствующе. Я даже взгрустнул, понимая, что такая лампа очень помогла бы в ту смену, когда деда Вася пропал в заросшем борщевике в блоке, а искать его в темноте без малейшего источника света даже силами целого блока было бесполезно. Так и сгинул деда Вася в тех зарослях. Найти его до того, как зазвучала сирена, не получилось. Хотя шансы были бы не так низки, если бы я сменой ранее не обменял найденную в соседнем блоке подходящую лампу на десяток талонов у какого-то типа с рынка. Вскоре почувствовалась и исходящая от фонаря вонь, которую невозможно было спутать с чем-то иным. Борщевик. Очень интенсивный запах борщевика. Такой бывает, когда надломишь большой стебель. Так же пахли и все виденные мной борщеманты. Я решил поделиться мыслями с напарником, но тот меня опередил. Борщевик-жгут. А? Фонаря борщевик-жгут, говорю. Мне бы и в голову не пришло. Борщеманты, значит, не так уж и плохо, а? Да, получше чернобошников. Эти, по крайней мере, на встречных не кидаются. За разговором мы вышли прямо на перекресток, который и освещал фонарь. Справа, со стороны бетонного заслона, параллельно которому мы шли, коридор переходил в широкое помещение с полукруглым сводом потолка, которое оканчивалось металлической перегородкой, на которой виднелась ржавая дверь. У окончания коридора, в пляшущих отблесках пламени фонаря, можно было заметить на стене выведенные мелом слова «Не ходи, сгинешь». Помещение было похоже на обычный, заброшенный заводской КПП, который перестройка занесла сюда. Около обеих стен, не доходя до перегородки, стояли друг напротив друга два стола, на которых на подставках стояли какие-то рисунки или фотографии, издалека было не разглядеть. Освещался этот зал тонкими свечами, стоявшими на тех же столиках. Слева от нас находился коридор на вид обычного блока с темными силуэтами закрытых навсегда гермодверей, взломом которых нам так часто доводилось заниматься. «Кажется, нам сюда». Слава указал рукой в сторону помеченного устрашающей надписью прохода. Я хотел было возразить, припомнить слова про привал и указать на надпись, но разом услужливо потолкнул картину деда Васи, говорящего добродушным массом. «Вот на стенке кладовой слово из трех букв написано, а там грабли лежат». Так что спорить расхотелось. Однако стоило мне, собравшись с мыслями, наконец последовать за товарищем, как сзади послышался громкий скрипучий голос. «Эй! Эй, вы! Не ходите туда! Пропадете!» В том самом коридоре с герман дверьми стоял какой-то невысокий в бесформенной черной одежде, больше всего напоминающий балахон и культистов. Лицо разглядеть не позволял свет фонаря, который незнакомец держал в руке. «Ты кто? Покажись!» Крикнул Слава, прицелившись неизвестного, и я тут же последовал его примеру, наведя травовик на фигуру. «Спокойно! Я вам зла не сделаю!» Незнакомец быстрыми шажками приблизился так, что можно было рассмотреть его в деталях. Это был обыкновенный дед, коих я за всю свою жизнь повидал изрядно. Блестящая, в тусклом свете фонаря лысина, спутанная седая борода, почти по поясе старая черная, висящая будто на скелете балахоноподобное одеяние с поясом. На плече у деда висела кожзамовая сумка, которую время не пощадило, оставив сильные потертости, а в некоторых местах видняли швы. Единственным, что приковывало внимание на этой фигуре, было странное украшение на шее. Большой золотой крест с цепочкой. Блестящий, в отцветах фонаря, крест словно обладал какой-то своей светлой и чистой энергией. Он так контрастно выделялся на фоне остальной нехитрой одежды, что неподготовленному глазу открывшееся зрелище могло показаться гротескным. Очевидно, украшение было каким-то символом принадлежности, может быть, какой-то особой касте борща мантов. Могло, конечно, быть и так, что мы встретили аберрацию или просто порождение, которое притупляет бдительность жертв, маскируясь под безобидного деда. В гигах речи ни в чем нельзя быть уверенным наверняка, но в противном случае за такое украшение можно выручить немало талонов на черном рынке. Тем временем дед подошел к фонарю. Я инстинктивно отступил на шаг назад. Да, не поитесь вы, говорю, зла я не сделаю. Дед излег из сумки банку с прозрачной жидкостью, открыл ее, отчего в нос снова ударил запах борщевика и вылил около половины содержимого внутрь фонаря. Переборов сомнения, я поинтересовался. А вы... вы кто и откуда здесь? Живу я здесь очень давно, нечистую силу стерегу. Дед отрывисто кинул в сторону прохона, куда порывался уходить слава. А чем вы фонарь заправили сейчас? Спросил я первое, что пришло на ум, чтобы поддержать беседу, усиленно обдумывая упоминание нечистой силы. Да-ка, борщевик, масло его точнее, на две смены баклажки хватает, а потом новую надо. А... Я был и хотел спросить его борщемат ли он, но вовремя понял, что в такой обстановке говорить о религии с Дедом не самое лучшее решение, чтобы он еще взбесился не хватало. К счастью, неловкое молчание прервал сам собеседник. Устали, небось, дороги-то? Идем, гостями будете. Усталость прошедших смен действительно давала о себе знать, так что я, взвесив все за и против, кивну взгляд на сомневающегося славу, последовал за резво идущим обратно дедом. Уже в конце коридора обнаружилась открытая ячейка с нехитрым убранством. У стенки деревянная, аккуратно застеленная кровать, посередине помещения грубо сколоченный стол и дымящийся котелок на горелке. В углу находилась украшенная резьбой полка, на которой стояли такие же дочечки со свечками, какие в том коридоре. Теперь можно было увидеть, что на них изображены разные люди в нетипичных для хруща одеяниях, пристально смотрящие на тебя теплым, покровительственным взглядом, где бы ты ни стоял. У бабушки была одна такая, но очень маленькая, и она всегда носила ее при себе. Она называла ее иконкой и не любила говорить о ней, хотя этот предмет был для нее очень ценен. Бабушка никогда не была культисткой, да и борщевик не жаловала. Выходит, этот дед совсем не борщем мант. Хотя ячейка освещалась такими же борщевиковыми фонарями, была заполнена резким запахом борщевикового масла, к которому нос только начинал привыкать, а около дальней стенки стояли два покрытых царапинами керамических таза, один из которых был переполнен стеблями борщевика. Когда мы вошли внутрь, я также заметил висящий над входом противогаз и приставленный к стене около двери грабли. Тем временем дед усадил нас за стол, снял с горелки чугунный котелок и поставил на него место потертый металлический чайник, наполненный водопроводной водой. Горелка, как и все в этом странном месте, работала на борщевике. Слава принюхался и заглянул стоящий теперь на краю стола котелок. И я последовал его примеру, подсознательно ожидая каких-нибудь мерзостей, вроде крысиных трупов или человеческих внутренностей. Ведь в сказках в таких случаях все было именно так. Однако, к удивлению и даже немного разочарованию, внутри плескалась обыкновенная пресная грибная похлебка. Еда тех, кто живет в оставленных партии блоках и не имеет постоянного источника концентрата. Наконец, дед отыскал в каком-то шкафу ложки, разлил похлебку, повернулся к иконам и совершил странный жест, отметив двумя сложенными пальцами сначала лоб, затем грудь, потом правое и левое плечо. Наконец, мы приступили к трапезе. Я порылся в рюкзаке и взлег оттуда настоящее сокровище по меркам Хруща, недавно начатую красивую бумажную упаковку галет военный поход, найденную в одном из богатых ликвидаторских схронов. Конечно, это было просто пересоленное в частности другой еды. Они смотрелись и хрустели во рту просто божественно. Было бы неплохо дополнить этот праздник живота еще и консервами, но эти железные банки, которые среди Хрущан ценятся наверное сильнее, чем сложные электронные компоненты, встречаются очень редко. А если ты и найдешь такую, то будет рациональнее обменять ее на талон и обеспечить себе сытую жизнь на несколько графиков вперед, поглощить этот божественный нектар. Дед очевидно заинтересовался галетами и вскоре попросил дать ему немного. А то от грибов уже тошно. На что я, памятую об неизвестной природе этого гостеприимного хозяина, отдал ему пол оставшейся пачки под неодобрительный взгляд славы. Дед рассыпался в благодарностях и даже сказал что-то про то, что меня кто-то благословит. Хороший знак. Тем временем Слава, до этого хранивший молчание, начал расспрашивать деда по поводу нечистой силы в проходе. Тот отвечал на хмуре в брови. Да, живет там в туннеле и там значит сила черная. Без проводника моргнуть не успеете, как пропадете. Непонятно, что дед имеет ввиду под нечистой силой. Но в круче с лихвой хватает опасных вещей, которые можно так охарактеризовать. И уж если живущий здесь дед, доказательство, что этот человек по-прежнему не было, говорит о том, что одним нам там не пройти, значит нет оснований ему не верить. Проводника? А где его где-то? Спросил я, уплитая похлебку. Так я есть? Дед внезапно рассмеялся, хотя больше было похоже на кряхтение. Но вы даете, Допустим, так когда вы сможете провести нас? Веселое настроение с деда как рукой сняло. Он нахмурился и по виду о чем-то глубоко задумался, а затем медленно произнес. Обождать хорошо бы. Он поднялся и подошел к стене, на которой, как я только сейчас заметил, были сделаны засечки. Пару смен хотя бы, тогда сила нечистого поубавится. Тут он критически осмотрел сначала славу, которого затея оставаться непонятно где еще на несколько смен не прельщало, затем меня столь же пристально еще раз нахмурился и как-то грустно констатировал факт. Но вы ждать столько не будете. Откажусь вас вести сами полезете, а каждый кто там сгинул, мне на душу грех. Значит это смена. Он замолчал на некоторое время. Поспите хоть чуть-чуть, путь нам предстоит трудный. спать действительно хотелось, так что мы, недолго думая, выложили пыльные спальные мешки у стенки. Однако расслабиться удалось лишь когда дед захрапел. Слава тихо поднялся и осмотрел убранство ячейки, после чего подошел к той самой полке с иконами, тихо присвистленно и шепотом пояснил. Тут от нее эти деревяшки целое состояние. Наверху обожаю такую хрень, если знать кому загнать. Будем в красном концентрате купаться, а ведь крест еще. Славяны глаза нездорово заблестели. В такое состояние он входил, когда намечалась хорошая добыча. Его рука потянулась было к винтовке. Я не знал, найду ли решимость возразить. Взгляд упал на иконы. Изображенные на них люди теперь будто бы смотрели с презрением. Постой. Вдруг там действительно дрянь, по которой только дед может провести. Разумнее будет грохнуть его на той стороне и потом вернуться с этими иконами. Слава был вынужден согласиться. Разумеется, как это обычно и бывает, один должен был спать, а второй дежурить. Первым дежурить вызвался напарник, однако разбудить меня он так и не успел. Проснувшись на секунду, я увидел его мирно похрапывающим в такт спящему в кровати деду, подумал о чем-то и опять провалился в сон. Растолкал меня Слава, дед уже был на ногах, а противогаз со стены перекочевал ему в сумку. Выспался я отвратительно, но быстро привел себя в порядок при помощи умывальника. Когда мы собрали пожитки, непривычно сосредоточенный дед еще раз совершил вчерашний ритуал перед иконами, кивнул головой, вышел из ячейки на ходу надевая противогаз и махнул рукой. Идите, мол, следом, а я незаметно схватил с полки какую-то икону и поспешил за исчезающим проходе напарником. Издалека дверь в туннель казалась простой ржавой дверью, коих я повидал немало, но чем ближе мы подходили, тем сильнее чувствовалось какое-то непонятное, будто природное отторжение, странное нежелание браться за грязный веятель, слышать скрип несмазанных петель и видеть, что же там за ней. Но отступать было поздно. Когда мы преодолели два иконостаса, нервную систему сковал иррациональный животный страх, и хотя сознание уверенно говорило, что все нормально, где-то в самом сердце разум обествовалось шестое чувство, твердящее «Не ходи туда, не ходи, не ходи». Чтобы отличься, я посмотрел на славу. Он, скорее всего, испытывал похожее чувство. Это было видно по неестественной бледности его кожи и напряженному дыханию сквозь противогаз. Наконец, мы дошли до двери. Старик положил руку на вентиль и на секунду замешкался. «Наверное, так чувствуешь себя перед прыжком грязный омут. Ты не знаешь, что тебя ждет над ней, боишься неизведанного, но отступить уже не можешь». Вентиль с легкостью подался старику, издавая противный скрип. Затем на ноту выше заскрипели петли и, наконец, дверь КПП распахнулась настежь. Повеяло холодом и сыростью, пахнуло незастывшим бетоном. Что еще хуже, за дверью царила почти матовая непроглядная темнота. По спине побежали мириады мурашек. Я оглянулся и увидел за спиной кажущиеся теперь такими далекими фонарии иконы. Пламя свечек у иконостасов расшатывалось, словно что-то потревожило их покой. Показалось, что сейчас этот мрак вырвется из-за двери и рванется на свободу, поглощая абсолютно весь свет и погружая мир в первобытное состояние. А мы стоим прямо у него на пути. Повисла гнетущая тишина. Прошел миг другой, но лишь отблески пляшущего на свечках пламени создавали причудливую игру теней. Возьмите! Возьмите меня за плечи и ни в коем случае не отпускайте! Послышался приглушенный маской голос старика. Говорить, чувствуя на себе дыхание мрачной бездны, было, наверное, физически трудно. Мы практически синхронно положили руки на левое и правое плечо проводника. Ткань была шероховатой, но приятной на ощупь. Дед еще немного помедлил, затем снова повторил тот же жест двумя перстами и взялся руками за крест. Таким построением мы сделали шаг в темноту. Хотелось еще раз оглянуться, но все тело вмиг настолько закоченело, что силы оставались только на то, чтобы переставлять ноги. Шаг, еще шаг, а затем позади послышался жуткий скрип и грохот захлопнувшейся двери, отрезающий нас от единственного источника света. Дрожащими пальцами я снял с пояса фонарик и включил его, однако фонарный луч не смог достичь стены или потолка, растворяясь в окутавшем это помещение мраке. Тогда я попробовал высветить пол, но и этого сделать не получилось. Мощный и качественный, проверенными времени фонарик теперь не мог помочь увидеть что-то дальше пряжки моего ремня. Гнетущая тишина оказалось, высасывали все с трудом накопленные силы. Скорее тьма сгустилась настолько, что я даже с фонарем перестал видеть собственную руку, судоразнажимающее старое плечо. Внезапно я потерял ощущение реальности. Что если это все мне чудится? Что если нет никакого старика и никакого славы? Что если я сейчас остановлюсь и обнаружу в своей руке опавший лоскут шершевой ткани, не зная ни места, ни времени, нигде я нахожусь и даже не помню своего имени. Стоп! Имя! Как? Как? Как меня зовут? Я на секунду остановился, судорожно пытаясь вспомнить, но тут наваждение отступило и послышалось невнятное бормотание проводника. Через противогаз было слышно очень плохо. Что-то про отцов, про небо. Небо. Небо, как рассказывала бабушка. Это бескрайне синий простор над головой вместо вечно серых бетонных сводов. На него можно любоваться часами, теряя счет времени, дышать полной грудью, а не пылью. Забавно думать о небе, находясь в таких темных катакомбах, что не видно дальше своего носа и которых ты можешь уже не покинуть. Но как первые люди не свихнулись тут, в хруще? Наверное, они тоже думали о небе. Думали, что их заключение скоро закончится, и они смогут снова любоваться этим сеньким бескрайним простором. Они не знали, что ни им, ни их внукам, ни внукам их внуков не удастся созерцать небо. Наверное, уже никому и никогда не удастся. От мыслей отвлекло стойкое ощущение на себе чужого взгляда. Нет, не так. Множество взглядов, множество глаз. Эти силуэты во тьме, блуждающие огни, всегда наблюдающие из тьмы. Густейший мрак не является преградой для их взгляда. Напротив, это их родная стихия, место, где они растворяются и заново рождаются вновь и вновь. А сейчас они, все они, с интересом изучают пришельцев. А потом показалось, что вместо множества взглядов есть один, но такой мощи, что от одной попытки осознать малейшую ее часть, можно погибнуть, исчезнуть, раствориться в ней. Под этим взглядом ощущаешь себя букашкой, микробом, живущим в организме, внезапно попавшим под стекло микроскопа, из-за которого за ним наблюдает весь организм целиком. Это и есть ощущение дыхания бездны, то, истощающей мерзкую слисть темницы из бетона и стали, питающейся людской безнадежностью и страхом, когда она с интересом изучает своего рядового обитателя. От осознания этого факта хотелось упасть, раствориться в этой мгле целиком без остатка, только бы она перестала смотреть. Я почти перестал переставлять ноги, как вдруг увидел свет. Мягкий, теплый, золотистый и умиротворяющий, он исходил от креста, поднятого настальческой головой. Бормотания нашего проводника плавно перетекали в ритмичное, красивое песнопение, а подусторонний свет от креста раздирал мрак. Кто бы ни находился в темноте, он будто разозлился от бессилия. Между клочев мрака появлялись непонятные формы, желающие опрокинуть старца, выбить у него из рук крест, затолкать песни обратно в глотку и восстановить столь нагло нарушенное безраздельное правление темноты над этим местом. Но раз за разом терпели неудачу, обжигаясь и сгорая в золотых лучах божественного света. Пол начал хлюпать. Со всех сторон, даже, кажется, изнутри черепной коробки начал слышаться нарастающий мерзкий потусторонний шепот. Они, мириады мерзких голосов, советовали не в попад шелестящим шепотом, говоря, убить то его, то себя, то всех. Прислушаться к ним можно миксать и с ума, а ведь они раздаются даже изнутри головы. Ты сильнее, хитрее. Он балбяз. Ты лучше, но вся слава достанется ему. Несправедливо. Непроглядная тьма отступила, начав формироваться в смутные образы. Мы со славой стоим у раскрытой герма двери. Женщина преклонных лет рыдает и рассыпается в благодарностях, жимая в руках таким трудом найдены на забетонированном этаже цинковый ликвидаторский медальон с криво выбитым именем. Последняя память о сыне. Слава смущенно улыбается, принимая талоны благодарности. Его достал ты. Он ничего не сделал. Ты лучше. Ты должен стоять. Помогало только полностью сконцентрировать сознание на пении и молиться, чтобы эта длинная песня никогда не кончалась. Образы менялись один за одним. Мы меняем крест и иконы на огромную пачку талонов. Красный концентрат. Безбедная жизнь. Вот она уже совсем рядом. Осталась только... Свободная рука выронила фонарь и потянулась к рукоятке дробовика. Но я физическим усилием смог ее пол хлюпал все сильнее. У него все самое лучшее. Ты заслуживаешь такую минтовку не он. Ты никогда не знал женщины. Все из-за него. Нужно не думать, не отпускать. смотреть только на крест. Седовлас и старец противопоставлял себя и своего бога этому кромешному аду, полному безнадежности и отчаянием его обитателей. Мягкий свет рассеивал мглу, уничтожая опасную неизвестность врага, чью природу невозможно понять. Силы, что стилурическим упорством вновь и вновь накатывались волна за волной, стремясь опрокинуть, уничтожить, погрести под непроходимой толщей мрака на веки веков. И все же крест сиял назло всем могущественным силам, что на поверку оказались немогущими совладать с обыкновенным стариком, указывая нам путь и вдохновляя делать шаг за шагом и наконец доказывая, что бог есть везде и видит все без исключений, даже засланные мраком просторы катакомб в недрах бетонного чрева мрачного мангига-хруща. И все же не зря сейчас они были особенно сильны. Шепот все усиливался, буквально раздирая голову на части. Стекла противогаза запотели, пропуская все меньше золотого свечения и наконец сам мир стал изменяться прямо вокруг нас. Пол внезапно стал мягким и чавкающим, а стены начали стремительно сужаться. Я был вынужден схватиться за переполненный инородными мыслями вторженцами череп, повторяя про себя лишь «Не отпускать, не 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 отпускать». Я уже боялся, что ослабшая рука соскользнет с плеча проводника, как вдруг раздался крик со стороны славы. Он отпустил, поддался. Старец обернулся и что-то прокричал. Вся его фигура будто бы излучала силу и мощь, но не успел я осмотреть его спереди, как меня что-то схватило за пояс и стремительно потянуло назад. Послышались беспорядочные выстрелы. Видимо, слава начал пальбу, пытаясь уничтожить противника привычным, но совершенно не рабочим в этом месте способом. Я упал и ударился лицом обмечено твердое. Стекло в противогазе лопнуло, а его осколки врезали в щеку и бровь. В нос тут же ударил резкий запах тумана, заволакивающего все перед боль немного отрезвило, но посмотрев над чем я лежу, я в ужасе отпрянул. Пол да и стены выглядели как чавкающие и истекающие соками человеческое мясо, которое дышало. Не успев уделить внимание этой мысли, я заметил смотрящий прямо на меня истинный глаз. Глаз, который невозможно было не узнать, как и все остальные смотрящие на меня и стен пола и потолка. Этого не может быть! Мама, папа, это Вася, погибшие родственники и чужие люди, смотрящие с бессильной яростью. Я побежал, проваливаясь по коленам в мерзко чавка и щипол. Я уже бы, наверное, пополнил стену плоти, провалившись с нее с головой, когда почти выбился из сил, если бы не увидел вдалеке тусклый свет креста. В тщетных попытках выбраться из мерзкого склизкого болота, я только опускался все ниже. сгнившие сухожилия мерзкости на плоти рвались, брызжа в лицо и заливая глаза мерзко пахнущей пряной жижей. Они ушли без тебя. Слишком далеко ты не сможешь добраться. Твои силы наисходят. Ты станешь частью нас. Нет смысла делать что-либо. надежды нет. Меня затягивало все глубже в гниющую массу плоти. Голова готова была расколоться из-за множества голосов. Комбез был порван. Оголенные руки покрылись язвами и мерзкой черной плесенью. Глаза затуманивали образы самых мерзких событий, какие только случались в жизни. Казалось, что это конец. Внезапно я вновь узрел золотое свечение. Дед был там. Он тянул руку ко мне. Про меня не забыли. Я из последних сил смог дотянуться до сморщенной ладони. Плоть раступилась и зашипела, будто бы обжигаемая светом креста, еще секунду назад разрастающаяся на руках плесень и покрывающая все тело зловонная масса осыпалась прахом. Свет словно прожег пелену на глазах, возвращая четкость зрения. Не помню, как долго мы прорывались сквозь мерзкую массу и сколько раз я опорожнял свой желудок, выплевывая желчи, получая третье, пятое дыхание. Но я добрался, почти отключаясь, прошел рядом с истекающим кровью славой последние метры по коридору, сократившемуся до узенькой щели, в которой мерзкая пряная жидкость, выделяемая плотью, почти достигла подбородка. Когда наконец показался выход, я просто упал на грязный бетонный пол рядом со славой и потерял сознание. Очнувшись, я увидел перед собой лицо деда. Если раньше он казался обыкновенным чудаковатым обитателем хруща, то теперь его образ не мог вызывать ничего, кроме невероятного уважения. Он улыбался мягкой покровительственной улыбкой. Все тело жутко болело, но я нашел в себе силы повернуть шею. Слава лежал чуть поводали. На его лице было несколько глубоких ран, как будто кто-то дергал за кожу с нечеловеческой силой. Раны явно были чем-то обработаны. На это указывало отсутствие грязи и сухая шероховатая корка. Я вновь перевел взгляд на деда. Мы добрались. Хриплые слова, будто отказывались выходить из горла. Как видишь. Дед указал на КПП идентичный вход в это место, который находился у него за спиной. Спасибо вам. И не знаю, сможете ли вы нас простить. Я едва повинующейся рукой излег из кармана рваного комбеза украденную икону и протянул деду. Не за что меня благодарить на всю волю господа. И он указал куда-то вверх, откуда сквозь бесконечные бетонные стены и перекрытия. На нас с отеческой теплотой смотрели глаза в существа, которое было намного старше всяких человеческих книгах хрущевок. А что до иконы? Дед улыбнулся. Оставь себя, если бы Бог не наделил творение своей силой прощать. Ах, мир бы утонул в крови намного раньше появления этого места. Мы были посланы сюда и только научившись искупать их добром, найдем путь обратно. Вот так. Несколько минут мы провели в молчании. Так вы пойдете назад? Наконец неуверенно спросил Слава. А как же? Деду смехнулся. Но он поднял с пола славин фонарь, раскрыл дверь КПП, вызвав у нас дрожь и посветил внутрь. Луч фонаря разрезал темноту и выхватил очертания двери на той стороне. Это был обычный пыльный коридор без освещения метров пятьдесят в длину. А где же нечистый? В нас самих. Дед улыбнулся, будто видел на нашем месте не матерых мусорщиков, а малых детей. Фигура в черном одеянии скрылась скрипнувшей дверью, а мы еще долго смотрели ей след. Нас не особо волновало то, что большая часть добычи из продранных рюкзаков осталась в туннеле вместе со славянной винтовкой, спальниками и галетами. Прощальные слова старика «Бог с вами» эхом отдавались в голове. То, что даже о мрачных недрах Гига Хрюща ничего не скрываясь от его взгляда, судьбу в бетонной коробке, из которой нет выхода, извадимая потусторонними силами и своими же собратьями. Я покрепче жал подаренную икону. Казалось, что кто-то положил руку на плечо и быстро прошептал «Надежда есть всегда». В этих стенах нет завтрашнего и нет вчерашнего. Здесь нет стабильности и нет гарантии. Ты знаешь, что за стенами всегда, сколько бы ты ни искал, будут лишь другие стены, а внутри них искать уж и вовсе нечего. Блок В-800 дроп 5 отпечатать немедленно. Антипартийные элементы обнаружить и ликвидировать на месте, согласно положению о мерах противодействии религиозным ячейкам, представляющим угрозу государственному устройству и целостности гигастроения. Рядовых бойцов ликвидаторского корпуса и участников гражданского ополчения уведомить о недопустимости проявления жалости культистам. Пощаду врага, ровно как и его укрывание от представителей партии, надлежит рассматривать как государственную измену. Почему-то тебе всегда казалось, что именно так и ощущаются приказы. холодной металлической точкой на коротко стриженном затылке. Твои руки сцеплены за спиной, твое лицо упирается в голый бетон. Ты слышишь рывающийся голос молодого оперативника, чувствуешь привкус собственной крови на губах. Знаешь, что отпущенное тебе время теперь исчисляется секундами, но не замечаешь за собой даже малейших признаков страха. Кажется, тот паренек из ОБЧУ в этот момент нервничает больше, чем ты. А ведь именно к твоему черепу сейчас в упор приставлен старинки револювер системы нагана. Для прибывших на место ликвидаторов с самого начала не существовало практически никаких рисков. У вас на руках не было ни оружия, ни смертоносных парафизических практик. Партия догадывалась об этом, и именно поэтому сюда отправили курсантов пострелять по живым мишеням. Твои разбитые губы рисуют на лице слабую усмешку. Использование слабого врага для взращивания в своих людях необходимой солдату холодной жестокости на удивление логичное решение в мире, где человеческая жизнь стоит меньше пачки красного концентрата. Пожалуй, даже чересчур логичное. Отдавая приказ послать на ликвидацию сектантской ячейки будущих офицеров, партия просчиталась в одном. Оружие никогда не стреляет само по себе, а только-только умывшие руки в крови юнцы еще не успели намертво прирастить свои пальцы к спусковому крючку. Недолго думая, ты задаешь своему будущему палачу вопрос, на который сам до сих пор не отыскал внятного ответа. Скажи, зачем ты живешь, солдат? Зачем вообще стоит жить в таком месте? Бесконечное, серые ячейки, беспощадные в своем однообразии сводят с ума. Ты рождаешься, чтобы подчинять себе слабого и подчиняться сильному. Никто не знает, как все это началось, что было до, что будет после. Никто не может этого знать, даже ты, а ведь каких-то десять циклов назад поиск неизвестного был твоей главной и единственной страстью. Скажи, зачем ты живешь? Тот четырнадцатицикловый зеленоглазый парнишка с вечно растрепанными темно-русыми волосами не стал бы долго думать над ответом. Я хочу понять, откуда мы появились, как работаем и с чего состоим. Выпалил бы он и, больше не говоря ни слова, пошагал бы в сторону местного отдела хрущ-печати, чтобы обменять пару пищевых талонов на новенькое пособие основ физики аномалии. Ровно через два квартала он узнает, что единственная ВОУ на ближайшие двадцать блоков оказалась забетонирована на периферии зоны вечного самосбора. И тогда, когда все прежние мечты этого мальчика поддонут в вязком фиолетовом тумане, на свет появишься ты, обычный складской рабочий блок АП-46-8 Евгений Горунов. Зачем я до сих пор существую наверное для того, чтобы жители блока смогли получить честно заработанный ими концентрат. Неуверенно проговорил бы юноша 17 циклов от роду в насквозь пропотевшем комбинезоне, возвращая свою жилую ячейку после тяжелой смены. Тогда ты все еще верил, что живешь не зря, верил в то, что от твоего исправного труда вероятно зависит чье-то благосостояние и здоровье. Твоя семья никогда не располагала хоть сколько-нибудь крупными накоплениями, а сам ты не пользовался популярностью среди сверстников. Но наличие собственного места в этом жестоком мире все-таки приносило тебе кое-какое удовлетворение и счастье. Теперь тебе было достаточно не вспоминать о прежних мечтах, продолжая честно работать на благо блока и партии, чтобы оставаться счастливым. До определенного момента это было так. Дефицит в твоем блоке дело привычное. Серые, как стены гига хруща, осунувшиеся лица его жителей уже давно не выражают по этому поводу никакого протеста. Каждый тут выживает как может. А вы здесь что делаете, товарищ? Ошарашенно произносишь ты в самом начале смены, наблюдая в уверенном тебе помещении возящегося с ящиком черного пищевого концентрата незнакомого приземистого мужичка. В руках странный посетитель держит грубый холщовый мешок, доверху набитый складским имуществом, а на полу то тут, то там валяются разноцветные обертки недавно съеденного концентрата. не говоря ни слова мужчина поворачивает к тебе свое покрасневшее покрытое отеками лицо, а его грязная рука крепче сжимает ломик. Неуклюжий рывок в твою сторону оканчивается для вора ничем. Ты быстро отступаешь за дверь склада, захлопываешь ее и запираешь на ключ. В иступлении мужик наносит по железному покрытию несколько звонких ударов, но тщетно. Отерев выступивший на лбу холодный пот ты ухмыляешься. Попался гад? Дорога до поста ликвидаторов и обратно занимает у тебя каких-то 15 минут. За это время ты будто пребываешь в трансе. Никаких лишних мыслей. Ты делаешь то, что должен. Значит, к самовольному потреблению общественного пища концентра это раз. Протягивает усатый комиссар, черкая что-то в своей записной книжке. Попытка хищения государственного имущества это два с... Брат, да ты у нас смотрю хрущлаг захотел. Благодарим за бдительность, товарищ Горунов. Последняя фраза была брошена с неким пренебрежением. В момент произнесения ликвидатор даже не взглянул в твою сторону, но несмотря на это, тогда тебя уже приполняла гордость. Ай да, Женька, ай да, молодец. Не зря на своем посту стоишь. Думал ты до тех пор, пока не заметил, с какой злобой собравшиеся в коридоре граждане смотрят вслед удаляющимся людям в армейской форме. Жаль, что Михалыч тебя, кресеныша, этим ломиком не пришиб. Прошипел из открытой герман двери твой сосед, токарь Иван Владимирович. Как-нибудь надо это будет исправить. С грозной успешкой отчеканил парень твоего возраста, сильно толкая тебя в плечо. Детей без отца оставил. Причитала толстая тетка, судя по всему, приходившаяся вору женой. Недоносок! Крыса партийная! Ты чувствуешь на своей спине чей-то плевок, но встречая десятки злобных взглядов, не решаешься обернуться. Какой-то ребенок бросает в тебя отколупанный от стены кусочек бетона. А я что-то со склада возьму и меня ликвидатором сдашь, герой? Зло съехидничала девушка на цикл два младше тебя. Сдаст, даст, и не сомневайся. Пробубнил стоящий рядом черноволосый юноша. Такие пока в трампунг не загремят, не успокоятся. Отец, наблюдая за тобой, лишь разочарованно качаян головой. Мать, стоит лишь посмотреть тебе ее в сторону, отводит взгляд. Обида и гнев закипают в тебе, и ты, не думая о последствиях, выпаливаешь. Да он ведь у вас всех еду воровал! Коридор накрывает тишина. Ты стоишь не в силах понять, как обступившие тебя люди могут закрывать глаза на такую очевидную истину. Твои руки трясутся то ли от страха, то ли от злости. Ты молча смотришь в глаза своим соседям и родственникам до тех пор, пока чей-то пропитый голос не отвечает. Воровал! Сейчас все воруют. Время такое, дефицит. Люди без того голодают, а ты их своим длинным языком на смерть отправляешь. Как не стыдно тебе до сих пор. Кажется, все присутствующие, кроме тебя, на тот момент были солидарны в этой мысли. Час спустя, весь грязный и изрядно потрепанный, ты, не выбирая пути, шагаешь по ставшим тебе теперь отвратительным коридором родного блока. Забитые, униженные, одичавшие люди в твоих глазах сегодня опустились ниже последней паупсины. Идиоты, шепчешь ты сквозь зубы. Время у них такое. Сколько циклов ты не пробовал сорокопроцентного пища концентрата? Сколько раз ты мог его отведать? Никто бы не заметил, никто бы не стал искать. Почему ты ходил тощим и бледным среди своих здоровых соседей? Был ли ты настолько глуп, что не изобрел способа утащить себе немного еды с работы? Или же достаточно умен, чтобы понимать, что не дефицит порождает воровство, а воровство дефицит? Тупое стадо! Ты всегда зрел дальше этих остолопов, но несмотря на это, судьба каждый раз вытирала ноги именно от тебя. Довольно! Повелительный тон, которым была произнесена эта фраза, заставил тебя замереть на месте, словно бетонное ты видишь прямо за собой горбатую старушку, большая часть тела которая покрыта пестрой шалью. Скованный удивлением, ты не можешь понять, что в ее образе находишь более странным. Яркую одежду, которую в гигах ручей не сыщешь днем с огнем, или факт того, что эта женщина сумела как-то выследить молодого парня, быстрым шагом идущего в случайном направлении. Не злись на этих людей, они пусты, в них нет души, и потому нет сострадания, они не могут ничего понять, но ты, ты, кажется, способен на это, Евгений. Незнакомка только что называла тебя по имени. Ты знал в лицо каждого обитателя своего блока, старожилов и переехавших к вам пару смен назад, живых и недавно сгинувших в самосборе, и потому мог с точностью сказать, эту жутковатую старуху ты раньше нигде не видел. Кто вы? С твоих уст срывается логичный вопрос. Я та, кто ищет путь к истине этого мира, ни на секунду не замявшись отвечает пожилая женщина. И я не одна. Морщинистая рука странной незнакомки извлекает из-под пестрых одеяний блестящий кулон в виде плоской спирали. Вольтур Экпал арт произносит старуха, спустя известный опознавательный знак бетонновородчиков на место. Продительный взгляд бледно-голубых глаз направлен прямо в тебя. В эту минуту ты стоишь перед выбором, вернуться ли назад в свою сурую жилу ячейку или продолжить давно заброшенный путь в ногу со странными культистами. С самого детства ты слышал о том, какую угрозу для рядового гигастроения представляют бетонновородчики. На открытом уроке в школе обвешанный медалями бывалый оперативник Аббачеву рассказывал вам о необходимости немедленного уведомления ликвидаторского корпуса в случае обнаружения поблизости культистов. Впрочем, теперь слова всех этих людей мало что значили для тебя. Поиск истины, давно забытая детская мечта внезапно вновь загорелась в твоей груди. Теперь, сколько бы жизни не пришлось поставить на кон ради достижения цели, ты был не намерен отказываться от нее. Какими бы призрачными ни были твои шансы на успех, ты продолжишь стремиться к нему и надеяться. Теперь, Надежда, это последнее, чем ты все еще располагаешь. Ты спокойно выдерживаешь взгляд старухи, задавая ей последний вопрос. Вы пришли за мной, потому что мне некуда возвращаться? Я пришла потому, что в тебе желание двигаться вперед больше, чем в любом другом жителе этого гигаблока. Пожилая женщина вздохнула, разворачиваясь к тебе спиной. Ты решил идти? Да. Отвечаешь ты, не задумываясь. Смены через три объявления о твоей пропаже будут висеть по стенам ближайших блоков. Кое-кто из верных своему делу ликвидаторов даже решится искать тебя, но тщетно. В этот момент ты будешь уже слишком далеко. Некоторые станут говорить о том, что за тебя все-таки добрался кто-то из семьи задержанного недавно вора. Другие предположат, что ты решил бежать и столкнулся с последствиями самосбора. Третий начал строить домыслы о твоем самоубийстве. Но все они, как и всегда, будут бесконечно далеки от правды. Твоим новым домом окажется блок V808 дробь 5. Нижние этажи, тихие и от того редко посещаемые ликвидаторами, всегда являлись излюбленным обиталищем культистов и преступников всех мастей. Неисправные системы оповещения, крысоножки, обшарпанные стены. В этом жидковатом месте тебе предстояло пройти остаток своего пути к истине. Любой путь состоит из непрекращающейся череды коротких шажков. И по мнению последователей бетонного рота, первым из них для тебя должно было стать так называемое помазание. Плоть бетон вечен. С этими словами в надрез на твоем запястье вводится цельный кусок из-за бетона. На ощупь твердая, будто сталь, тем не менее он мгновенно растворяется в твоей крови и разносится по организму с ее ускоряющимся током. Ты лежишь посреди пустой просторной комнаты на бетонном ложе. Облаченные в лазурно-синя робы культисты вокруг тебя с одухотворенным видом завывают умском. Но ты не чувствуешь и не видишь ничего особенного. Продолжая, словно бездушная вычислительная машина спокойно размышлять над тем, что именно представляет из себя введенная в твой кровоток субстанция. Может ли она быть обращена во зло или во благо? Нет. Что вообще такое благо и зло? Те, кто ищет увитую твердь, всегда ясно давали тебе понять, что на пути поиска истины даже человеческая жизнь не является бы ничто большее, чем пыль, рассеянную по бесконечным бетонным залам. Ты есть, тебя нет, никому не будет до этого дела. Вселенная продолжит жить своим чередом, а второй катарсис неотратимо приближается. Так значит, благо лежит за пределами человеческой жизни? Холодно спрашиваешь ты свою наставницу по дороге к ячейке святилища. Благо, это сама способность преодолевать жизнь и смерть, отвечает старуха. Из всех созданий бетонворота лишь люди могут позволить себе эту роскошь. Вы говорите о бессмертии, Мариам? Можно это и так назвать? Тогда ты не вполне понял слова духовной наставницы. Люди слабые, ничтожные перед лицом самосбора и друг перед другом создания. Им ли познать бессмертие? В этом ли мире? Гига Хрущ никогда не был безопасным местом. Тех из людей, кого не пожрали последствия самосбора, уведут ликвидаторы, прочие погибнут от рук ублюдков или случайной аварии на производстве. Немногим здесь случается доживать до старости, да и тогда, что перед лицом смерти значит вся твоя прошлая жизнь. Пустой звук, недолго задерживающийся даже в памяти ближайших родственников. Смерть здесь идет по пятам за каждым, и вскоре тебе самому предстояло услыхать за своей спиной и тяжелые шаги. Бетон, плоть моя, цемент, кровь моя, я есть пыль, и я вселенная. В кругу помазанников ты формируешь внутри одной жилой ячеек блока подпространственный карман. Бетон, повинуйся, цемент, разливайся. Бетон, на ворот, ото сна пробуждайся. В ваших руках пространство вокруг сжимается, преобразуется и увеличивается вновь. Из камня стены становится жидкостью и затвердевает обратно. Хаос, лишившегося на мгновение всех известных законов физики пространства, замирает в форме просторного зала идеальной кубической формы. Вы называете свои имена. помазанник Александр, адепт Мариам, помазанник Михаил, помазанник Дмитрий, помазанник Евгений, помазанник Николай. Вы просите бетоноборот услышать имена ищущих, принести им ключ кувитой тверди. И тут же у вас на глазах из стен святилища начинает проступать из-за бетон. Священная для культистов субстанция постепенно стекает все ниже и ниже. В конце концов, покрывая собой все комнаты и глушав все исходящие звуки, что до этого были отлично слышны через получившуюся в процессе ритуала слишком тонкую западную стену. Вот он! Тыкает в тебя пальцем белокурый парнишка, циклов 12 от роду. Ты лишь обреченно киваешь головой стоя на месте, пока курсант ликвидатор благодарит мальчика за бдительность и говорит тому возвращаться в свою ячейку. Блок В-800-5 отпечатать немедленно. Антипартийные элементы обнаружить и ликвидировать на месте. Согласно положению о мерах противодействия религиозным ячейкам, представляющим угрозу государственному устройству и целостности гигастроения, рядовых бойцов ликвидаторского корпуса и участников гражданского ополчения уведомить о недопустимости проявления жалости культистам, пощалы врагу, ровно как его укрывания от представителей партии надлежит рассматривать как государственную измену. Попытка сопротивления не приводит ни к чему, хотя ты не очень-то и стараешься. Всех ищущих уже схватили. Ты почувствовал это по замирающим один за другим быстрым шагом за бетонным полу. Где-то дальше, в коридоре, за широко распахнутой гермо двери уже прозвучало несколько выстрелов, а ты все так же стоишь сцепленными за спиной руками под прицелом старенького револьвера, ожидая, пока не свершится твой приговор. Скажи, зачем ты живешь, солдат? Ответом на этот вопрос становится тишина, но по какой-то причине именно она приводит тебя к тому, что ты искал все эти циклы. Отсутствие лишнего шума в эти последние мгновения открывает тебе глаза. Весь пройденный путь возникает перед тобой словно на ладони. Давным-давно ты оставил семью. Несколько минут назад потерял товарищей бог обах, с которыми стремился к достижению истины и увитой тверди. И в этот момент, когда твоя жизнь становится настолько ничтожной, что ты перестаешь даже бояться за нее, ты осознаешь, вот для чего я все это время существовал. Холодная металлическая точка на коротко стриженом затылке, привкус собственной крови на губах и раздирающий ноздри запах сырого мяса. Разумеется, во всем блоке датчики самосбора сломаны уже давно. Курсант в замешательстве, оружие пляшет в его руках, но ты точно знаешь, что делать. Нам осталось около 15 секунд. Отпусти меня. Заткнись, культист! Чуть не рычит он, понимая, что прикончить тебя следует как можно быстрее. За преступления перед партией и всем народом гигастроения ты приговор... Он не успевает наговорить. Почувствовав неустойчивое положение ног ликвидатора, ты слегка отклоняешься и силой бьешь его локтем под дых. Слишком поздно выпущенная пуля рикошетит от бетона, а ты, опережая согнувшегося от боли солдата, выскакиваешь в коридор. Сметение и хаос, нагромождение спасающихся и в животном ужасе тушь создают ощущение, будто стервенением втискивающиеся в свободные ячейки ломают себе кости, падают от чьих-то толчков и пуль цепляющихся на свою жизнь солдат-паникеров. Десятки тену дерутся, десятки голосов вопят. Все они в один момент начинают понимать, что не успеют. История подходит к концу. И это до жути пугает тех, кто слишком много ставит на вещи, в масштабах вселенной чересчур незначительные. Пыль, рассеянная по бесконечным холодным залам, захватывает поток спиртового воздуха и растворяется в нем, как кусок изобетона в кровотоке помазанника. Биография, сотворенная тобой собственноручно подходит к своему логическому финалу. Эта история, твоя история должна закончиться красиво, без конкретной цели, без высшего смысла, но так, чтобы сделать тебе честь, как творцу. Бетон, плоть моя. Ты сжимаешь кулаки и раскидываешь руки в стороны, лицом встречая пока еще полупрозрачный фиолетовый туман. Каденыш, не уйдешь! Ревет ликвидатор, перетерпивая жуткую боль ради исполнения данного ему приказа. Взрыв мгновенно сгорающего пороха гремит в коридоре. Этот меткий выстрел должен остановить себя во что бы то ни стало помешать осуществлению замысла опасных культистов. Но, к счастью или сожалению, уже слишком поздно. Кусочек свинца с хрустом входит в камень, лишь немного повреждая твой твердеющий череп. Твой взгляд начинает медленно гаснуть, но губы все так же, словно по инерции, произносят замысловатые тексты на торгарумском. Цемент, кровь моя. Сами стены вокруг тебя приходят в движение, сжимаясь и вновь увеличиваясь, превращаясь в жидкость и обволакивая тебя, чтобы потом затвердеть и простоять тысячи лет. В безмолвии все, кто до этого в панике рвался в жилые ячейки, останавливаются и обращают свои взгляды в сторону медленно закрывающегося прохода. Я есть пыль, и я вселенная. Ты гаснешь. Докладывает майор Доводов. Массовая паника, вызванная внезапно наступившей в ходе операции по уничтожению культистской ячейки блока В-800-5 самозбором повлекла за собой жертвы среди гражданских. Убита четверо, еще девятеро ранено. Потерь среди личного состава нет. Ликвидация антипартийных элементов произведена успешно. Отдельно хотелось бы отметить находчивость и героизм курсанта-выпускника военной академии блока Л-310 Петра Акунева. Посредством нескольких пенобетонных гранат типа ПГ-6 забетонировавшего единственный ведущий в блок коридора и ликвидировавшего таким образом угрозу. За неплотно закрытой гермодверью ликвидаторских казарм завуяла сирена. Бойцам корпуса Г-45 Ол-ПС немедленно прибыть ко входу в гигаблок Б-66 дробь один протокол действия Киноварь. Высокий широкоплечий парень с правильными чертами обрамленного светло-русыми волосами вскочил с кровати захватывая со шкафчика свой идентификационный документ. Несколько секунд жилая ячейка все еще плыла перед глазами молодого человека чей пребывающий словно в тумане разум весь этот пересменок отвергал всякий сон. Перевод из-за Бучау в отдел ликвидации последствий самосбора в этой ситуации ничуть не помог. События блока В-808 дробь 5 уже которую неделю червем подъедали обычное непоколебимое спокойствие юноши. Зачем я живу? Одними губами прошептал новоиспеченный сержант ликвидатор. Уж точно не для того чтобы мне по ошибке присваили заслуги каких-то чертовых культистов. Что ты там бормочешь? Бросил скойки напротив спешки натягивающей сапоги смуглолицый боец. Ничего стоящего товарищ ничего. Говоря это юноша тем не менее с каждой секундой наполнялся странной решимостью и даже самому сержанту в то время не было до конца ясно что за неизвестный источник теперь подогревал ему кровь. Живее 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 парни молодой человек несколько раз громко хлопнул в ладоши привлекая внимание соседей по казарме последствия сами себя не ликвидируют давно бы уж надо показать этим тварям что и мы чего-то стоим против самосбора ты это когда такие речи толкать начала петь по-доброму усмехнулся черноволос и ликвидатор ветеран хочешь чтобы мы одушевшись порождение голыми руками дышать начали привыкайте виктор давидович что я могу сказать теперь подобное слышать вы будете частенько незаметный под противогазом улыбкой произнес сержант Акунев поправляя свою фуражку товарищи выдвигаемся в этих стенах нет завтрашнего дня и нет вчерашнего здесь нет стабильности и нет гарантии ты знаешь что за стенами всегда сколько бы ты не искал будут лишь другие стены но внутри них миллионы молодых людей все еще преследуют свою истину в мире где человеческая жизнь стоит меньше пачки красного концентрата там где ты рождаешься чтобы умереть тысячи достойных несмотря ни на что обращают свою плоть в бетон на котором держатся жилые этажи гигастроения иные думают что мы даже не люди что под несгораемым плащом и противогазом скрывается что-то неживое или неестественное по большей части это связано с нашей деятельностью потому что сложно остаться человеком выгребая последствия самозбора сложно смотреть на простых людей какую бы должность они не занимали когда ты заливаешь бетоном ячейки блоки и целые сектора просто потому что бедствие затронуло слишком большие территории и кто кто там остался за десятками герма дверей вопитя помощи и медленно умирать от голода и жажды тебе лучше не задумываться но знаете в чем главная проблема ты задумаешься все равно потому что думать особенно не о чем и это пожалуй самое жестокое что партия могла сделать такими как я она ставила нас наедине со своим делом так как она настолько мерзкая и беспросветная что иди в любом направлении гига хруща сколько угодно смен никто тебя не хлопнет по плечу с пониманием даже мы сами так не поступим ни за что мы не понимаем друг друга не знаем что заставляет нас мыть ноздри хозяйственным мылом чтобы хоть как-то сбить вонь сырого мяса мы тщательно вымываем каждый сантиметр тела думая что избавляемся от сажи но каждая невольно представляет фиолетовую слизь поэтому никогда нельзя мыться при плохом освещении ликвидатор должен видеть что вместе с пеной с него сходит самая обычная грязь или не совсем обычная но не суть вы не услышите громкий смех в конце смены у нас даже нет общих раздевалок или душевых разговаривать друг с другом бессмысленно что мы можем обсудить здорово вышло отработать сегодня после самосбора бетон развели что надо а вот зажигательная смесь вышла из рук вон плохо уродливая тварь порожденная ужасом во плоти слишком много трещали под пламенем но никак не желали загораться да и гарь стояла хоть глаза выкали не самая лучшая тема не правда ли все происходит таким образом чтобы мы не видели друг друга на большом стенде где красивыми красными буквами расписаны некоторые важные моменты нашей работы говорится что меры с личностью коллеги ликвидатор это не должность и не призвание ни профессии ни личный выбор это оборудование что-то вроде призерного станка который с одинаковым успехом обработает шестеренку или размолотит в кровавое мясо задевавшегося слесаря если слышен вой сирены значит пора снаряжаться несгораемое нательное белье кирзовые сапоги плащ костюм противогаз огнемет не спеша закупорив каждое отверстие в одежде застегнуть все закупонки и пуговицы затем нужно выйти в комнату ожидания где уже сидят остальные ликвидаторы и ждать по инструкции если самосбор длится более одной смены все последующие разрешается проводить по графику усиленной готовности мы можем отлучаться в туалет и поесть принять душ но все остальное время нужно быть в полном обмундировании на боевой готовности по окончании самосбора приступаем к зачистке постепенно привыкаешь носить костюм настолько что в смене отдыха чувствуешь себя голым ловишь приступы паники знаете что такое паническая атака это когда ты сидишь противогазе набрав полную ванну воды ванна белая вода прозрачная если вдруг капелька слези сразу станет видно зачем не знаю скорее всего дело в температуре воды холодная снимает стресс некоторое время можно провести спокойно но это самое слабое случаи бывают разные подозревая что когда я возвращаюсь в комнату ожидания ликвидаторы которые там сидят вообще никуда не уходили это желание возникает все чаще свободно от работы время таки тянет вернуться в дежурку в место где ты лучше всего готов к бою сирен диспетчер дает инструкции в первые минуты потому что все что он потом скажет говорит самозбор еще один пункт из памятки если вдруг поступила информация что тревога ложная и можно расходиться значит стоит проверить работоспособность огнемета и так во всем это небольшое отступление перед тем как я расскажу вам одну занимательную историю началась она после очередной тревоги на которую я прибыл в штатном режиме в дежурке было пусто мой шкаф сомбудированием никуда не делся все лежало там где я оставил одевшись получил на складе баллон с горючим молча вошел в комнату ожидания кроме еще одного ликвидатора больше никого не нашлось это было немного странно но сев на лавку я профессионально отключился от внешнего мира сосредоточившись на монотонном вое сирен я представил как мчусь куда-то в вагоне поезда а за окном привычно мелькает миллионы крошечных окон бетонного массива сирена затихла диспетчер указал координаты и селектора затих осмотревшись я с нарастающим непониманием обнаружил что в комнате нас по-прежнему двое и что второй ликвидатор стоит нескольких метрах от меня и смотрит в мою сторону как только я поднялся он развернулся к выходу вместе мы вошли в лифт опустившись на 52 этажа затем отправились гермы двери ведущей в сектор стп 9008 цв еще как минимум трое должны были следовать рядом с нами но они не явились даже если бы их перемолола гига крущом в приступах психоза или чего похуже партия прислала бы других решив проблему заранее так было всегда но не сегодня герма дверь была заперта изнутри открывать ее ожидаемо было некому разбив аварийный щиток с рычагом я дернул рукоять вниз механизмы исправно зашелестели лампочка над дверью зажглась демонстрируя надпись аварийное открытие через 30 секунд это позволяло нам подготовиться и еще раз проверить огнеметы лязгнули затворы герма дверь медленно отошла на 5 сантиметров я обдал ее пламенем и отошел в сторону мой коллега повторил процедуру затем это произошло еще несколько раз позволяя ликвидировать последствия максимально эффективно когда мы вошли в сектор он был погружен во тьму электричество отрубили наглухо и судя по тому что бездействовала аварийка местной подстанции пришел капитальный каюк на такой случай у нас были каски с налобными фонарями классно в переключателями я и мой единственный соратник двинулись вглубь блока поливая стены огнем кажется в такие моменты я отключаюсь так же четко как и при ожидании конца самосбора просто что-то щелкает внутри и мир вокруг исчезает пока пламя жрет стены заставляя обмякшими пластами слезать краску и слизь вместо меня по гига хрущу идет некто слабо похожий на человека спусковой крючок зажатый мертвым пальцами или сорвавшийся с троса лифт летят искры и ревет сталь все кто рядом застыли в предсмертной конвульсии из тяжелых мыслей меня вырвал неясный силуэт мелькнувший в параллельном коридоре не успел я среагировать как мой коллега направил туда густой поток алого пламени и все исчезло стараясь понять что именно произошло я ускорил шаг я готов был поклясться что в следующий раз сумел разглядеть третьего ликвидатора он шел в одном темпе с нами но снова тот второй с которым я пришел по тревоге беспощадно направил пламя в его сторону самосбор решил со мной поиграть и я знал что делать в такой ситуации полностью игнорировать все данные кроме исходных нас пришло двое двое отсюда уйдет или по крайней мере не больше двух в третий раз я не сумел игнорировать помеху повернувшись лицом к человеку который стоял напротив меня я видел что это тоже ликвидатор с налобным фонариком и огнеметом в руках мы ждали уставившись друг на друга пока до меня не дошло что это все чертовы зеркала и нет никакого параллельного коридора разобравшись с проблемой стало намного легче работать мрачные образы но не такие мрачные как реальность захватили меня в вихре пламени на которые я смотрел пока выжигал последствия снова лица обгоревшие черепа покрытые копотью стены и черные кубы выжженных до тла ячеек работа была сделана дополнительных мер не потребовалось некоторые жители уцелели мне было плевать их ждет карантин а меня очень долгая и тщательная процедура очистки костюм тела мысли по окончанию смены я сам представлял собой черный оскаленный череп проблема только в том что отмываться до белых костей не было большого смысла прошло какое-то время несколько раз я проводил смены в ванне с ледяной водой потом явился в дежурку сам без сирен чтобы одеть костюм и ждать самосбор мне не хотелось спать или есть мир вокруг без фильтра стекол противогаза казался слишком голым соблюдая все требования к процедуре я отделся чувствуя странное волнение на складе никто безликий как и всегда выдал мне баллон ни одного вопроса не прозвучало хотя я переживал что они будут в комнате ожидания было пусто по крайней мере так показалось в первую минуту усевшись на лавку я откинулся и стал ждать ничего не происходило в голове стоял слабый звон отцарящего круг тишины при легком движении скрипела несгораемая ткань плаща на душе стало спокойно это был момент полного душевного равновесия дверь открылась в комнату вошел человек в простой одежде рабочего он двигался как-то расхлябанно сел на лавку у противоположной стены закурил посмотрел на меня с легкой задумчивостью а потом спросил кого ждем я пожал плечами и он продолжил из твоей бригады больше никто не явится затянулся и добавил даже если прозвучит сирена исчерпали свой психологический ресурс да и ты по нашим наблюдениям все чаще ведешь себя странно я молчал потому что мне нечего было сказать кроме того ладонь крепче сжала рукоять огнемета пустая болтовня казалась утомительной пусть лучше все сгорит а я пока посижу кажется мой собеседник мои намерения понял но виду не подал лишь покачал головой система становится несовершенна когда в ней появляются несовершенные люди а это значит что постоянное обновление и ликвидация заторов есть залог дальше он договорить не успел его размеренная речь переросла вопль ужаса и боли которую вскоре затих из прожженной насквозь рубахи вывалился пистолет человек упал на пол и выдохнув закрыл глаза теперь понятно куда делись другие ликвидаторы когда прозвучала сирена я остался сидеть на месте диспетчер сообщил координаты уже через несколько минут самосбор кончился быстро как вспышка наверное в нужную сторону уже выдвинулась бригада зачистки а я просто дремал не обращая внимания на уродливый труп в нескольких шагах от меня впервые за свою жизнь я понял что может успокоить меня лучше ледяной воды сигарет и самогонки тепло огнеупорного костюма и характерный запах резины противогаза затем в комнату вошел еще один человек я не видел кто это прозвучал выстрел я умер я не знаю что это я что сейчас я белены. Синий. Мой любимый цвет, но кажется, что я иду по бесконечному туалету. В детстве стены покрывали огромные монументальные картины репродукции. Границы пространства стирались. Дети легко запоминали путь домой. Дорога в школу или на работу была путешествием. Художник умер. Картины облупились. Сначала закрасили желтым, потом зеленым, а теперь синим. За спиной топанье и сопенье. Меня нагоняют грузные широкоплечи детина. Саша Птеровский. Здоровается по имени-отчеству. Спрашивает о здоровье. С утра у меня болела голова, ныло правое плечо, хрустело в шее и заколачивалось сердце. Отвечаю, что здоровье в порядке. Благодарю за заботу. Саша еще немного вежливо говорит ни о чем и спешит дальше. Точнее, идет нормальным шагом. Я еле волочу ноги. Странное дело. Пока я его учил, Птеровский был еще тот балбес. А теперь вот, здоровается. Чего не скажешь о множестве безликих девочек-отличниц. Людей полон коридор. Я засиделся с тетрадями и попал аккурат в пересменку на заводе. Шумно, тесно. Зато как бодрит. Не дает впасть в меланхолию. Вот и моя квартира. С кряхтением переобуваюсь. На днях Дина уговорила начать делать зарядку. Может, мне еще и курить бросить? Достаю из сумки книги, вымененные на продовольственные карточки. Паяк у меня меньше, чем у рабочих. Но ем мало. Вот и остаются излишки. Дина любит читать. Наверное, это осталось у нее из прошлой жизни. Она приблудилась еще, когда стены зеленые красили. Точнее, уже не помню. Наверное, из соседнего блока. Средних лен, глаза дикие, документов нет. Роба на ней грязный и детский портфель в руках с оторванными лямками. Имя Дина я сам придумал. А пока документы выправлял, привык и оставил жить у себя. О прошлом не спрашиваю. Что нового она мне может рассказать? Подключился к невросети. Комментариев нет. Давно уже ни с кем не спорю. Никого не вразумляю. Все, что можно сказано. Пусть молодые с дураками срубятся. Несколько учеников прислали статьи модного нынче историка. Профиль мой. Разберусь, отвечу. В разных блоках политику партии трактуют по-разному. А лебезят перед верхушкой все одинаково. Гнут мою любимую науку в самые непотребные позы. У всех разные герои и разные злодеи. Антидюринг в глаза не видели, а то даже других сообщений нет. Серго по-прежнему не пишет. Неделя прошла, все молчит. Даже на отзыв о его стихах не ответил. Мы с ним познакомились почти сразу, как я начал в школе работать. Ни разу не виделись лично, хотя его блок не так уж и далеко. Взаимно звали друг друга в гости, но все никак. Он холост, да и меня Дина не обременяет. Не скажу, что живу долго, но почти все мои ровесники уже не в этом мире. Неужели и Серго? Через других людей не узнать. Нет у меня в тех краях других знакомых. Прикидываю время. Завтра еще одна учебная смена и выходные. Немного не хватает. Может отпуска дождаться? Нет. Если я сейчас отложу, то уже навсегда. Иду коридорно и звоню на работу. Прошу три Ангола. Директор недовольна. Придется закрывать кучу дыр в расписании. Но если она откажет мне из вредности, то я из вредности могу уйти на пенсию. Ака Андре в дефиците. Побеждает разум, ангулы мои. Возвращаясь домой, Дина размачивает концентрат на кухне, поет. Сажусь рядом, молча слушаю. Она улыбается и продолжает петь. Я забываю про стены, работу и мелкие болячки. Дина замолкает. За ужином рассказываю о своем решении. Опускает глаза, говорит, что будет скучать. Вспоминаю про новые книги, пытаясь ими отвлечь. Дина с усилием старается обрадоваться. Я понимаю, она очень боится за меня. Ненавижу свою тухлую интеллигентскую натуру. Если уж взялся, то доводи до конца. Так ведь нет же. Теперь я начинаю колебаться. Утром она, как обычно, проснулась первой. К моему пробуждению готов завтраки и собран чемодан-тележка. Дина немного занудно перечисляет, где и что лежит. Киваю, стараясь не смотреть в глаза. Как же глупо будет, если у Серга попросту сеть барахлит. Зато хоть повидаемся, правда, как бы не оказалось, что мы совершенно чужие люди. Но ведь находили же всю прошлую жизнь темы для общения. На обращение Дина прижимается ко мне. Плечи дважды вздрагивают. Отстраняется, уходит переодеваться. Ей пора на смену. Снова коридор, суета. У лифта длинная очередь. За сборами забыл покурить, а здесь нельзя. Достаю книжку, читаю стоя. Я редко покидаю свой этаж. Непривычно. Ноги затекли, спина тоже. Наконец захожу в лифт. Едем вниз, стоя. Книжка так себе, был бы дома не стал читать. Еще и шрифт этот мелкий, даже с очками с трудом разбираю. Лифт останавливается. Недоумеваю, мне еще на 200 уровней ниже. Двери открываются. Шкафоподобный ликвидатор сообщает о временном прекращении сообщения. Всем гражданским лицам предписано пройти вдоль оцепленного пути по коридору в другой лифт. Но хоть ноги размять можно. Тележка вроде не тяжелая, но мне становится нехорошо. Останавливаюсь, расстегиваю воротник. Душно. Кто-то подходит сбоку. Ликвидатор, но форма не серая, а черная, с красной эмблемой к кул. Первый раз таких вижу. Ликвидатор называет меня дедушкой. Интересуется самочувствием. Даже через респиратор слышу, что голос какой-то слишком звонкий. Сматриваюсь в лицо. Точно. Девушка едва-едва совершеннолетняя. Волосы белые, короткие. Удивляюсь. Спрашиваю, где здесь можно присесть. Девушка поправляет висящий за спиной автомат. Сообщает по рации, что комсорг Лагина оказывает помощь гражданскому лицу. Ситуация штатная, замена не требуется. Она ведет меня в боковой коридор. Здесь пусто. Люди эвакуированы. Дальний конец залит пенобетоном. Зато скамейки есть. Лагина стоит так, чтобы видеть оба коридора. Мне становится легче. Протираю очки. Спрашиваю, что за кул. Краснознаменное кадетское училище ликвидаторов. Сообщает Лагина. Осторожно задаю вопросы. Девушка отвечает, строго дозируя информацию. Они четвертый курс и это их первая войсковая практика. После выпуска кадеты обычно становятся командирами подразделений ликвидаторов, хотя могут занимать и другие офицерские должности. На практике курсантами командует один из преподавателей. Он же оценку ставит и по результатам. Слушай внимательно. Для меня поговорить с интересным человеком лучше, чем на курсы повышения квалификации сходить. В разговорах проходит время. По коридору с недовольным гомоном следует очередная партия пассажиров. Лагина рекомендует мне к ним присоединиться. Неохотно вспоминая, что нахожусь в пути и время не ограничено. Жаль расставаться с хорошим собеседником. Вижу, что ей тоже, но долг обязывает. Достаю из чемодана книжку, пишу на обороте свое имя и номер коридорного телефона. Протягиваю девушке. Лагина благодарит. Подарок исчезает на бедренном подсумке, с трудом поспевая за людьми. На ходу оглядываюсь. Мне хочется запомнить внешность этой девушки. Жаль, сквозь респиратор лица толком не видно. Вот и Серга так. Видел его фото, но узнаю ли, когда встретимся. Если встретимся, может, по голосу узнаю. Он присылал звуковые записи своих стихов. Должна быть, снова кружится голова. Пол под ногами плавно пульсирует, прислоняясь к стене. В моем возрасте путешествие удовольствие ниже среднего. Вот еще одна волна. Еще. Впереди с хрустящим звуком линолеум вспучивается, рвется. Видны куски железобетона в перемешку с чем-то серым. Короткие, толстые щупальца хватают несколько человек. Остальные с воплями бегут к лифту, а я отстал, отрезан. Пячусь. Подбегают двое кадетов. Скидывают оружие, но не решаются стрелять. Схваченные гражданские еще живы. Пролом увеличивается. Спотыкаясь о тележку, едва не падаю. Завороженно смотрю на нечто, заполняющее коридор. Кадет с автоматом начинает стрелять. Его товарищ с огнеметом медлит. С той стороны раздаются отрывистые команды и тоже выстрелы. Щупальца хватает обоих кадетов. Первого с автоматом сразу уволокивает вниз. Второй увязает по пояс, пытается высвободиться. С головы слетает респиратор. Вижу лицо. Подростковое, нежное. Рот распахнут в крики. Ничего не слышу. Меня грубо отшвыривает в сторону, в боковое ответвление. Вижу Лагину. Комсорг остается в коридоре. Дает длинную очередь и тоже прячется рядом со мной. Ничего не понимаю. Лежу. Девушка что-то сердится, говорит. Руки одна за другой достают из подсумков две красные гранаты. Выдергивает кольца. Закатывает гранаты за угол. Вспыхивает. Зарево точно от пожара. Догадываюсь, что горят не столько гранаты, сколько жидкость из бака огнемета. Пол трясется еще сильнее. В проем вползают пылающие щупальца. С механической четкостью Комсорг перезаряжает автомат. Командует мне бежать в дальний конец коридора. Устремляюсь в указанном направлении. Пытаюсь перейти на рысь. Пульс отдается в ушах. Перед глазами плывет. Так и не покурил. Задыхаюсь. Оборачиваюсь. Лагина короткими очередями бьет по щупальцам. Постоянно перебегает с места на место. Горящий отродь за ней не успевает. Крохотный черный силуэт мотыльком танцует на фоне оранжевого пламени и смоленого дыма. Еще бегу. Шагов 50. На большее меня не хватает. Как там девочка? Поворачиваю голову. Ликвидатор все так методично и точно в движениях. Щупальца немного отстают. Затем с неистовой силой летят вперед. Не поймали, но зацепили кадета краем мощного сплетения биомассы. Лагину отбросила. Согнутое тело пролетело по воздуху и покатилось по полу. Спешу к ней. Плевать на сердце, на дышку только бы успеть. Вот она встала. Автомат болтается на ремне, респиратор сполз на бок. Едва ли девушка что-то видит. Упала. Сжалась в комочек, корчится от боли. Подбегаю. Щупальца стали вялыми, но еще ползут. Бросаю на пол пальто, закатываю на него Лагину. Она вскрикивает. Знаю я, что так нельзя, но по-другому не могу. Тащу ее за собой. Ноги заплетаются. Легкие горят. Да провалиться мне, если еще хоть одну сигарету. Край пальто выскальзывает из пальцев. Перехватываюсь, но сил уже нет. Сползаю по стене, оборачиваюсь. Щупальца лежат неподвижно шагах в 30. Больше всего они напоминают пустые кишки. Только сейчас начинаю замечать, что от них воняет. Отключаюсь. Больницы не люблю. В старости многие стремятся сюда попасть. Как же. Уход, дармовая еда, общение. А я собираюсь умереть дома, в квартире. Мне Дина лучше всех медсестер, но ее в после операционной палату не пускают. Пропали мои ангулы. На работе уже знают, что я на больничном. Наконец разрешают сходить в курилку. Иду просто для смены обстановки. Внутри уютно шумит вытяжка. Трое мужиков сидят на батарее. Говорят за жизнь. Знакомлюсь. Жму руки. Один мужик пристально смотрит на меня. Вроде бы без угрозы, но неприятно. Отвечая вопросительным взглядом, мужик шевелит челюстью, будто жует, а потом начинает стихи читать. Мать моя женщина, Серга! Трепались часа два без передыху. Оказывается, Серга камни из почек вырезали, а в больнице в нейронет не выйти. Пришла злая санитарка. Под угрозой швабры мы разошлись по палатам. Завтра снова увидимся. Прошел цикл. Все еще не курю. Дина перестала вскрикивать во сне. Переволновалась за меня. Календарный план по урокам я почти нагнал. Жду теперь Серга в гости. Зовет коридорная. Звонок мне. Беру трубку. Нежный голос интересуется. Вы помните комсор Галагину? Отвечаю, что, разумеется, узнаю ее. Девушка расспрашивает меня и рассказывает сама. Про госпиталь и долгое лечение. Практику ей уже зачли, но отлично. Время звонка истекает. На прощание желаю удачи и скорейшего выздоровления комсор Галагиной. Она отвечает. Зовите меня просто Аня. Субтитры создавал DimaTorzok